Короткий инструктаж, распределение групп по районным улицам города, а также обязательные средства защиты. Всё готово, теперь можно отправляться в рейд. На улицы города стражи порядка выходят ежедневно, несут службу по 8 часов. Работают в усиленном режиме. На несение службы по городскому округу Саран заступает в два раза больше личный состав, чем в обычный порядок несения службы. Задача ставится следующая, то есть несут службы на общественных местах, парки, скверы, общественные остановки. Также места скопления граждан с целью проведения профилактических мероприятий, а также бесед, дабы не допускать бесцельных нахождения граждан в общественных местах. Несмотря на режим самоизоляции, людей на улицах города становится больше. У многих граждан есть веские причины покинуть свои дома. Одни идут из магазина домой, другие направляются к пожилым родителям. А вот эти две женщины спешат с работы домой. У каждой из них есть справка от работодателя, которую они тут же спешат показать сотрудникам полиции. Сидим на работе, потому что мы не можем уехать раньше. То есть я правильно понимаю, вы сейчас идете с работы и забираете домой? С остановки транспорта и до дома. Будем также до утра сидеть на карантине. Если все в порядке, то полицейские желают хорошего дня и отпускают без лишних вопросов. А вот если граждане без веских причин нарушают режим самоизоляции, с ними для начала проводят профилактическую беседу. Не повезло несовершеннолетним ребятам, гуляющим по площади. Про режим самоизоляции они слышали, но веской причины покинуть дом у них не оказалось. Ребятам пришлось проехать в отделение полиции, откуда их позже смогли забрать родители. Не ставится конкретная задача по фиксации правонарушений, так как санкции данной статьи присматривается административный штраф от 1000 до 30. Сотрудники полиции настоятельно просят жителей Мордовии соблюдать режим самоизоляции. Покидать свои дома только по веским причинам, а также следить за своими детьми. Юлия Емельянова, Владимир Надькин, Народные новости.